Мы продолжаем серию наших роликов по осенним работам на нашем винограднике. В прошлый раз мы говорили об обрезке винограда и как и обещал сегодня мы продолжим говорить о том, как правильно заготовить лозу для укоренения. Итак, вы видите, что тут вот обрезанный куст талисмана и вот такая вот получилась лоза. Чтобы правильно ее заготовить, надо прежде всего определить степень ее возревания. Вот мы для начала возьмем вот эту вот лозу и я вам покажу, как проверить степень. Вот мы делаем контрольный срез. Вы видите, что сердцевинка абсолютно зеленая и вот с таким вот степенем вызревания. То есть, эта самая лоза абсолютно хорошо вызревшая. Вот с этой лозы мы и будем сейчас нарезать черенки. Здесь есть тоже свои тонкости и одна из таких тонкостей это та, что толщина этой лозы, как я говорил и в прошлом ролике, должна быть не менее 6-8 миллиметров, чтобы с нее вырастить нормальный саженец. Вот мы что делаем. Мы, значит, берем 6 почек на ней, как бы выбираем и делаем контрольный срез. Но дело в том, что я эту лозу храню в специальных мешках полиэтиленовых. Их длина мне, наверное, не позволит отрезать 6 почек. Обычно двойную длину. Стандартный черенок это 3 почки. И двойная длина это 6 почек. Но здесь, к сожалению, мне придется резать, наверное, на 5 почек, чтобы получилось 2 черенка. То есть, мы делаем вот здесь вот такой вот зарез. Обычно я нарезаю черенок. Верхний срез я делаю под углом. А нижний, он всегда у меня ровненький. Ну и небольшой запас, чтобы не было усыхания вот этой нижней почки. То есть, вот вы видите, что у нас черенок вот такого плана уже готов. Можем взять аналогичные. Мы складываем их рядышком. Аналогично мы вот это самое смотрим, берем другой, так сказать, в другую лозу. И то же самое глядим вот на это расстояние между узлами, чтобы мне в мешочек поместилось. То есть, здесь я спокойно могу заготовить двойной размер вот этого вот длины черенка. То есть, тоже вот здесь аналогично, чтобы знать, где вверх, где вниз. Особенно для начинающих это бывает очень трудно, чтобы не перепутать. Ну и еще я что хочу напомнить. Надо на этой лозе убрать буквально все вот эти вот остатки усов, пасынков. То есть, она должна быть абсолютно... Для этого разготовки лозы я хочу отметить еще отдельные негативные моменты, которые часто встречаются. Вы видите, вот на лозе видна протертость. Такую лозу, конечно, заготавливать ни в коем случае нельзя. Здесь уже будет нарушена проводящая система и опять же будет плохой саженец. Следующим моментом, на который я хочу обратить внимание, это ее диаметр, о котором я говорил в начале. Вы видите, что тут, в принципе, лоза, ну скажем, диаметром 3-5 миллиметров максимум. Она тоже не особо годится для укоренения. Хотя часто очень на молодых кустах и на остродефицитных сортах приходится укоренять и такую лозу. Но в конечном счете саженец получается очень сладенький. И так, как вы видите, мы вот заготовили вот этот пуг лозы, про который я вам рассказывал в начале. Сейчас мы его должны выровнять. Они сложены уже как и положено. Вот у меня здесь есть вот такой вот шпагатик. Мы отрезаем соответствующую длину на этом шпагатике. И снизу и сверху перевязываем эту лозу. Вот таким образом. Потуже, чтобы у нас выпадов черенков не было. Обычным узлом вяжем. Шпочек этот отрезаем. Вот. С одной стороны. Теперь мы это сделаем с другой стороны. Вот таким образом переворачиваем и заматываем шпагатом. Несколько раз. Делаем узелок. Отрезаем. Вот. Вы видите. Готовый пуг лозы. После этого я вешаю пирочку. Вот у меня вот такие обычные стандартные мешки. Вот я вам покажу на другой лозе. Вот такая вот бирочка вешается. Вот. На которой написано название сорта. Вот. И пучок этой лозы сразу тут же убирается на хранение. Это тот факт, что многие дачники, которые езжут раз в неделю, стараются обрезать, я еще в том выпуске говорил, и иной раз оставляют эту лозу на открытом воздухе. Этого делать ни в коем случае нельзя. При солнечном свете, хорошем, два-три часа достаточно, чтобы эта лоза высохла. И, естественно, в дальнейшем с нее может тоже саженец не получиться. Поэтому, как вы видите, вот у меня мешок рядом со мной. Тут же я ее после нарезки связываю, вешаю в бирочку и укладываю в этот мешок. И тогда у вас будет успех обеспечен. Конечно, я говорю, что на новых сортах приходится, и люди просят лозу, такой толстой иной раз и не получается. Но это не столь, так сказать, важно. Главное, чтобы эта лоза была вызревшая. Поэтому к заготовке лозы надо подходить очень-очень ответственно. Тогда успех у вас будет налицем. Следующий ролик наш будет посвящен непосредственно укрытию винограда. Поэтому приглашаю всех посещать. Там, где зреет виноград зеленый, Где кусты-то поля И клены наши бережно хранят. Тайны там еще.